Но давай продолжим рассматривать мысль о неправильной смерти. Является ли неправильным, если жизнь обрывается из-за болезни? Слово «неправильно» неприменимо в этом случае. Это то, что происходит естественно. Это нельзя сравнивать с тем случаем, когда человек вроде Гитлера убивает людей. А как насчет несчастного случая? Нелепой случайности. То же самое. Это случайно. Трагично, но это воля Бога. Мы же не можем заглянуть в Божий разум и выяснить, почему такое происходит. Нам не стоит пытаться, потому что Божья воля неизменна и непостижима. Стремиться разгадать Божественную тайну – значит жаждать познания за пределами наших возможностей. Это грешно. Откуда ты знаешь? Если бы Бог хотел, чтобы мы все это поняли, то так бы и случилось. Факт, что мы не понимаем, не можем, свидетельствует о том, что такова Божья воля. Понятно. Факт, что вы не понимаете этого, свидетельствует о Божьей воле. А факт, что такое происходит, не является свидетельством Божьей воли. Мне трудно это объяснить, но я знаю, что я верю. Ты веришь в воню Бога. Веришь, что Бог всемогущий. Да. Если это не касается Гитлера, то, что произошло в этом случае, не было Божьей воли. Нет. Как такое может быть? Он действовал вопреки Божьей воле. Как же, по-твоему, он мог это сделать, если моя воля всемогуща? Ты позволил ему? Если я позволил ему, значит, чтобы он сделал это, на то была моя воля. Похоже, что так. Но, возможно, у тебя была для этого причина? Нет. По твоей воле у него был свободный выбор. А все, что он сотворил, было по его воле. Ты так близок к пониманию. Так близок. Конечно, ты прав. Моя воля в том, чтобы у Гитлера, у всех вас, был свободный выбор. Но она не в том, чтобы наказывать вас непрерывно и без конца, если вы не делаете того выбора, который я от вас хочу. Если бы было так, то разве свободным был бы ваш выбор? Какая же это свобода, когда вы знаете, вас заставит страдать бесконечно, если вы хотите не того, чего хочу я. Что же это за выбор? Дело не в наказание, просто это естественный закон. Это лишь вопрос последствий. Я вижу, тебя хорошо научили всем этим теологическим рассуждениям, позволяющим представлять меня как карающего Бога. И при этом получается, что я не несу за это ответственность. Но кто создал эти естественные законы? Ведь если допустить, что это я установил их, то зачем бы я, установив такие законы, потом дал бы вам власть не подчиняться им? Если я не хотел, чтобы они действовали на вас, если моя воля была в том, чтобы мои замечательные дети никогда не страдали, то зачем бы я создавал саму возможность ваших страданий? И потом, зачем бы я стал продолжать искушать вас днем и ночью, нарушать установленные мной законы? Нас искушаешь не ты, а дьявол! Опять ты представляешь все так, как будто я ни за что не отвечаю. Разве ты не видишь, что единственный путь объяснить вашу теологию — это представить меня беспомощным? Понимаешь ли ты, что ваши рассуждения могут иметь смысл лишь в том случае, если в моих действиях смысла нет? Тебя действительно устраивает идея о Боге, который создает существо, действие которого не может контролировать. Я не говорил, что ты не можешь контролировать дьявола. Ты можешь контролировать все, ты — Бог. Просто ты решил не делать этого. Ты позволяешь дьяволу искушать нас, пытаться завладеть нашими душами. Но зачем? С какой стати я стал бы это делать, если я хочу, чтобы вы ко мне вернулись? Потому что ты хочешь, чтобы мы пришли к тебе по выбору, а не потому, что выбора нет. Ты установил рай и ад, чтобы мог быть выбор. Чтобы мы могли действовать по выбору, а не просто следовать по пути к тебе, потому что другого нет. Я понимаю, как вы пришли к такой идее. Раз я установил такой порядок в вашем мире, то вы думаете, что и в моем мире все должно быть так же. В вашей реальности хорошее не может существовать без плохого. И вы думаете, что и в моей реальности то же самое. Но я говорю тебе, там, где я, нет плохого и нет зла. Есть только всевозможное все. общность. Общность. И знание. И опыт этого. Мой мир — это мир абсолюта, где одна вещь не существует относительно другой, но полностью независимо от чего-либо. Мой мир — это место, где все, что есть, это любовь. И нет последствий того, что мы думаем, говорим или делаем на земле. Ээээ, последствия есть. Оглянись вокруг. Я имею в виду после смерти. Смерти нет. Жизнь продолжается вечно и бесконечно. Есть жизнь. Просто вы меняете форму. Хорошо, пусть будет по-твоему. После того, как мы меняем форму. После того, как вы меняете форму, последствия перестают существовать. Существует лишь знание. Последствия являются элементом относительности. Им нет места в абсолюте, поскольку они зависят от линейного времени и последовательных событий. И этого не существует в пространстве абсолюта. в этом пространстве. нет ничего, кроме покоя, радости и любви. В этом пространстве ты, наконец, узнаешь добрую весть. Вашего дьявола не существует. Ты есть то, каким ты всегда себя знал, доброта и любовь. Твоя идея о том, что ты можешь быть чем-то другим, пришла из безумного внешнего мира, побуждая тебя действовать безумно. Из внешнего мира осуждения и обвинения. Другие тебя осуждали, и из их осуждений ты осуждал себя. Теперь ты хочешь, чтобы тебя осудил Бог, но я не стану этого делать. И поскольку ты не понимаешь Бога, который не поступит так, как поступили бы люди, ты растерян. Ваша теология является вашей попыткой обрести себя вновь.